Всем привет, это InchKate, и сегодня необычный по формату видеоролик на моем канале, ну то есть не биография, это так называемый подкаст. Сегодня бы хотелось поговорить с вами о том, что было, будет и будет ли вообще что-либо дальше, и получить максимальную отдачу от этого видеоролика. Хотя я не думаю, что его особо много кто посмотрит, ведь только вместе с вами можем сделать то, чего вы хотите. Давайте попробуем сделать это. Это будет так называемый видеоролик без монтажа, я могу где-то завекаться, поэтому извините. Итак, первое, что бы хотелось у вас спросить, насколько вам интересен контент, и что бы вы хотели видеть, что было бы более интересно. Что я хотела этим вам сказать. В общем, какие у вас есть приложения, чтобы сделать мой контент более интересным. Может быть вставки каких-то фактов. Допустим, я говорю, знак Зодиака это из знаменитости, и привожу вам еще пару знаменитостей, у которых такой же знак Зодиака. Или может быть они родились в тот же день. Может быть у кого похожие биографии. Вот, что-то такое. В общем, вы можете сами писать мне сейчас об этом в комментариях, я, конечно же, все прочту и учту ваши пожелания. Возможно, это привлечение веб-камеры к моим видеороликам. То есть я буду рассказывать это как новости, а не как биографию, просто с фотографиями. Вот. Также бы... Возможно, вы хотели бы видеть стримы, как я записываю свои видеоролики. А вдруг это кому-то будет интересно. Второе, о чем бы хотелось с вами поговорить, это разнообразие контента. То есть, может быть вы хотите, чтобы я снимала не только биографию, но и дальнейшие какие-то разнообразные видеоролики. Топы, развлекательный контент, челленджи и так далее. И следующее, как бы, сразу далее, подводящий, так сказать, вопрос. Что вы предпочитаете смотреть на этом видеохостинге, то есть на ютубе? Допустим, топ-10, игровой контент, обучающий контент и так далее. Вот. Также можете написать мне, я это учту, посмотрю. Может быть, что-то из этого и будет на моем канале. Третье, о чем бы хотелось с вами поговорить, это группа ВК. Совсем недавно, мною был подключен еще один человек для развития группы ВКонтакте. В общем, будет ли кто-то вообще подписываться на эту группу ВК? Вот, что меня интересует. Есть ли смысл дальше ее вести? Или, может, есть смысл остановить, пока работаю в группе ВК, и вернуться обратно на ютуб, бросать туда все силы? Также, чтобы привлечь больше аудитории к своему контенту, хотелось бы, может, проводить какие-то конкурсы, допустим. Опять же, в группе ВК, если мы будем дальше продолжать развивать ее. Давайте так, если там подпишется 10 человек, то есть настанет 50 в ней. Мы начнем проводить конкурсы. То есть, допустим, я кидаю медиафайл из, так сказать, из файлов при записи. То есть у меня же не всегда все получается записывать конкретно, бывают какие-то ошибки, сбои, смешные слова и так далее. И я вот буду брать этот аудиофайл в медиа, закидывать его в группу ВК, и спрашивать у вас, допустим, что это за знаменитость. Или это будет продолжаться на протяжении трех дней. То есть я начинаю записывать в понедельник, каждый день до среды, в 9 часов, допустим, предположим, будут выходить вот эти вот медиафайлы. То есть каждый медиафайл будет подсказывать, что это за звезда. И, так сказать, допустим, 3 человека, которые напишут правильно, и раньше всех, соответственно, будут прорекламлены в моем следующем видеоролике. Ну, вот, в общем-то и все. Аудиофия знаменитостей все будет, ничего не отменяется. Также в среду в 12.00. На этот раз это будет биография Артура Бабича. Всем пока!